Сейчас я нахожусь в Екатеринбург, возле храма, где Соколовский снял свое роковое видео. Кажется, мы всегда пришли вопросы решить, обиждать. Логично. Ну, так а что, почему мы ждем тогда? Это жесть какая-то. Мне уже страшно. Вот сломался у тебя телефон, экран разбился, но надо менять. Заходишь такой в сервис, а там два стула стоит. На одном мастер сидит, который тебе за 1200 рублей обещает телефон отремонтировать, а на другом стуле тебе за 3000 обещают поменять. Так кому сам на коленочки присядешь, а кому друга посадишь, а? Выбирать приходится, когда у тебя ломается техника. Ребята, в этом ролике для вас, для моих друзей, я посижу сразу на обоих стульях и расскажу вам, как оно. И на каком стуле сидит лютый кидала, а где сидит нормальный мастер. К нам обратилась девушка Таня. С ней случилась неприятная, но типичная ситуация. Отдала телефон в сервис, где ей пообещали поменять разбитый экран за 1500 рублей. А потом ей звонят и говорят, что ремонт, оказывается, будет стоить 6000. Она, конечно, отказывается. Но на следующий день оказывается, что ремонт уже был произведен без ее согласия. И попросили в сервисе за все вот это вот дело, ну почти 6000. Так что вот мы сейчас с ней пойдем вызволять телефон из грязных лап на ебщиков. Приемщик в сервисе не стал разбираться и со словами. Эй, ничего тут не решаю. Просто отдал девушке трубку с каким-то там менеджером, которому она все то же самое и начала рассказывать. Часто у вас такие ситуации там возникают? Мне кажется, постоянно, да? Не знаю. Отлично, да. В любой сфере возникают такие ситуации, нет. Менеджер по телефону сказал ей просто подождать, пока он там якобы поднимает записи звонков. Чтобы было понятно, давала ли девушка свое согласие на ремонт или нет. Нам ничего не оставалось, как просто сесть и ждать. Мне кажется, тебя Амиран зовут. Амиран? Да. Не Амиран. Попахуешь на Амирана, да? Я не отказываюсь забирать свое устройство, хочу его забрать. Че так смотришь? Амиран. Амиран. Мне кажется, тебя Амиран зовут. Ты просто не представился, я вот и говорю. Амиран. Ну ладно. Танечка, кстати, нашла этот сервис в Гугле. Она просто вбил ремонт Xiaomi и пошла на первый же попавшийся сайт. Вот так он выглядит. Типичный закос под официальщину. Адрес-то какой фельдеперстовый, просто посмотрите, а? И у этой конторы есть сайты, ну, на все популярные марки телефонов. И они постоянно крутятся в контекстной рекламе у Гугла и Яндекса. Вбиваешь ваш номер сервисного центра в Гугл, и первое, что вылазит, это осторожно мошенники, осторожно мошенники. Просто тысяча недовольных клиентов. Я не понимаю, как вы работаете. И у этого сервиса нет официального названия в интернете. Они себя вообще никак не афишируют. Чмошники просто шифруются. Откуда ценники-то такие 5 700 за замену карманного телефона? Это половина моего телефона. Это все время на сцену. Она говорит, что это половина ее телефона. Потому что еще давно она купила этот Xiaomi за 13 тысяч. Это Xiaomi Redmi Note 4. Он стоит сейчас от 9 тысяч. Причем версия на 16 и на 32 гига особо в цене не отличаются. У нее была версия на 32 гигабайта, а его средняя цена сегодня 9 тысяч. А в сервисе ей хотели только один экран поменять за 6. Будь это какой-нибудь iPhone или просто хороший флагман, соотношение цены за ремонт было бы примерно таким же. То есть на каком-нибудь iPhone XS Max ей поменяли бы экран тысяч за 30, за 40. Да, этот Xiaomi в свое время был топ за свои деньги. Особенно версия 4X. Я сам с таким год назад еще ходил. Не стыдный, достойный аппарат тогда был. Но телефоны обновляются каждый год. Но сравнивая прошлые и новые модели, видишь как прогресс наступает прямо на глазах. Цены тоже растут так, что смотри не переплати барыгам, если покупаешь в интернете. Ну прогресс-то идет. А мошенники все по тем же схемам работают. У нас есть ролик, где мы уже ходили в этот же кидальный сервис с той же самой проблемой. Просто тогда он находился в другом месте. Там девочку Алину хотели также опрокинуть, чем все закончилось. Смотри по аннотации тут. А что если я не буду гуглить, где отремонтировать экран, а просто выберу ближайший к себе сервис по отзывам? Сейчас я нахожусь в Екатеринбурге, в самом центре города, возле храма, где Соколовский снял свое роковое видео. И сейчас я просто поищу, где мне починить телефон. Ближайший ко мне с рейтингом 5 звезд. Из 5 оказался интеллект сервис. Посмотрите, все отзывы отличные. Благодарности хорошим мастерам. Может накручено, может нет, не знаю. А сейчас я просто для контраста вам покажу отзывы о предыдущей конторе, куда мы с Таней пошли сейчас в Xiaomi возвращать. Сервисный центр называется. Вот их номера телефонов. Рейтинг на флампе 1,1. 52 из 53 отзывов негативные. Это жесть, что там люди пишут. Я ссылку вам просто оставлю в описании. Если хотите, почитайте. А теперь я позвоню в найденный мною интеллект сервис. Вот интересно, что они там скажут по поводу ремонта. Телефоны ремонтируете, да? Да, да, я вас слушаю. Сорян за максимальную криворукость оператора, так что я вырежу вам только самое важное. 3000 рублей ровно. Ага, а что входит туда? Полностью, то есть запчасть, дисплейный модуль. Боря, это стекло, тачскрин и дисплей. Также работа инженера. По телефону обещали заменить экран за 3000. Напоминаю, что в кидальном центре по телефону обещали за 1500. Вот что будет в этом сервисе по факту. Я беру Лену Котик. Вы ее давненько у нас на канале уже не видели. И мы идем с ней сдавать телефончик в ремонт. Че с ним? У него не работает тач. Но зато работают кнопочки. И вот это никак не разблокировать. Это ZTE Blade A6 с неработающим тачем. И мы его понесем в интеллект сервис с отличным рейтингом и отзывами. Ну и там узнаем. Что же нам нужно чинить и за какую главную стоимость? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы ремонтируете, да, телефоны? Да. Вот проблема. На ZTE стенсор сломался. Смотрите. В данном аппарате все меняется в сборе. То есть это стекло, тачскрин и дисплей. Хорошо. По стоимости 3000 рублей ровно будет стоить. Ну нормально. Да, в наличии есть два дисплея. То есть по срокам около трех часов. Но это необходимо для высыхания прельщего состава, чтобы мы могли вам дать адекватную гарантию. Так быстро, ну давайте, хорошо. Гарантия на дисплейный модуль и на работу три месяца. Похоже, в сервисе есть свой доктор. Ну или чувак просто пришел со съемок у мамикса. Вы такой ходите как врач. Я себя чувствую в больнице какой-то. Да, в рабочем. Это часть следующего вас. До свидания. До встречи. Все, жду. Отлично. Вообще изи ремонт. За три часа и за 3000 рублей поменяют экран на смартфоне. Но обещания, конечно, привлекательные. Но посмотрим, что будет по факту, когда придем забирать. Ну вот я запустил запись, когда мы уже были в лифте. 59 минут торчим. Мне кажется, мы всегда пришли вопрос решить, а не ждать. Логично. Ну так, а что, почему мы ждем тогда? Вопрос решается, наверное, нет? Нет. Он не решается, по-моему. Мне кажется, он не решается. Мне уже страшно. Вы просто наберите номер поддержки в Google. Все отрицательные воссы просто по всей России, пожалуйста, их конторы. Тем временем, в кидальном сервисе, пока мы ожидали, туда начали люди приходить. И, знаете, они все чем-то были возмущены. Ни одного довольного клиента за это время, ребята. Ни одного. Все, вы отремонтировали, да, ноутбук? Нет. Нет? Не забираю. Цена, наверное, не устроила, да? Ну да. Слишком большая была. Слишком большая была. Сколько? Ну, что-то у меня сначала десятку запилили, потом супер скидку сделали, 5000. Как бы умершать вопрос вчера? У меня озвучено было вчера, да, ладно. И вот спустя час мы все-таки дождались записи звонков, которые так ничего и не помогли выяснить. Ведь девушка реально не давала согласия на ремонт. Оригинал наличия есть, 18-го года, сейчас поставим его, он привезет к подготовке, какой-то удобный. Мало интересных. Да, послушала. Да, послушала. Какая разница, какое время? Сказали же, нет. Сказали то, что мастер перезвонит и решится на этот вопрос, что я недовольна ценой. Почему вы делаете? А мастер перезвонил и сказал, что уже сделано. Это жесть какая-то, менеджер по телефону все возможные отмазки находил вообще, какие только можно придумать. На ровном месте лишь бы был повод не отдавать телефон. Я, видимо, не знала регламент компании, что после 8 нельзя отказаться от ремонта. Почему мне не сказали? Вы понимаете, да, эту дичь, что несет этот хрен из телефона. После 8 вечера от ремонта уже нельзя будет отказаться. Че, блядь? Че? Почему здесь вообще время? Что у мастеров там изоляция какая-то в этом. Че? Блядь, че за бред? Лаборатории, где они не могут передать, что я не согласна, что нужно мне перезвонить и уточнить. Тупейшая вообще отмазка. Кто знает, скажите мне, где эти менеджеры сидят. Я лично встречу этого хрена после работы и поговорю с ним как положено. 3 800. Че, 3 800? Они сделают за 3 800? И че, ты будешь соглашаться? Он мне говорит, 3 800, все, выживить никак. 3 800 – это дорого. Блин, я не соглашалась на 3-мон. Почему вы не можете просто вернуть обратно все, как было, и отдать на телефон? Чувствуешь себя в этом виноватым, Амиран? Да? Тебе стыдно, да? А че не уволишься? Да ладно, нет работы. Люди не обманывают людей. А вот пришел еще один мужчина, у него случай еще хуже. Ему хреново тут подчинили аппарат. И он снова сломался. Так он сдал его назад по ремонтной гарантии и не может его получить себе уже как 3 недели. Ходит он, претензии пишет, бумажки носит. Третий раз уже по гарантии. И 3 недели я ни хера сделать не могу. Даже не могут сказать, где телефон и что. Мы тут уже 2,5 часа находимся, и никто не пришел и нормально отремонтированную вещь, кстати, не забрал. Все приходят, просто так забирают. Платят им деньги за диагностику. Поставьте, что претензии это не та, подпись, печать и даже всего лишь. Как так ты работаешь, я не знаю. Ну вот. Херовая приемка. Тебя все ненавидят. Ты же типа, здесь ты лицо этой компании. А компания-то кидальная. А, ну потому что ты представляешь ее, на тебя смотрят, и это вот он. Он все кидает. Так-то ты как просто сотрудник, тебя можно заменить, но все ненавидят тебя. Работа у тебя такая. Вы видите, в какую жесть можно попасть, просто обратившись не в то место. Девушка все-таки уже окончательно устала от этой жизни. И решила забрать назад свой телефон. За их цену. Деньги принимай. Все. Девушка запарилась. Барыни получили, на, свои. Ну, ты переплачиваешь 1300 всего. Я понимаю, но я ничего от них не добьюсь просто. Не, можно добиться, но это время займет. Ты проверишь телефон-то, кстати. А то мужик-то вон что жаловался. У вас есть тоже стол сломанный. Ну, примета такая есть просто. Типа, в каждой на ее конторе должен быть свой сломанный стол. Телефон-то можно у вас осмотреть? Ну, у тебя вот такой и был, это же клей торчит, да? Вот это вот, козерки какие-то. Почему вот так сделано? Как? Почему здесь вот торчит какой-то клей, я не могу понять. Вот это вот работает, то есть везде по городу за 2500 делают, а тут это высокую цену и даже некачественную. И уберется в своем имя. Странно. Клейк торчит. Это нормально? А в своем имя уберется. То есть это нормально? Нормально. А что у нас там с интеллектом, где пообещали починить за 3 часа смартфон? Время вышло, и мы с Леной Котик отправились забирать оттуда телефон. Нам выносят отремонтированный телефон в перчаточках. И я сходу проверяю экран, и да, все работает. Кстати, надо мы посмотрим на наличие клея. Просто в том сервисе у нас торчал. Прям вообще, прям вот люто. Ну с другим телефоном. У меня такая химия. Мои телефоны. Да, конечно, сказали, это нормально. Вот так вот клей торчет. Он со временем пропадет. По итогу с нас так и не попросили лишних денег. Не, а я ждал. Я думал, как и в другом сервисе. Цена сейчас взлетит, мы будем там ругаться, но нет. Как сказали по телефону, так все я оказалось на деле. Я просто его нашел по хорошим отзывам. Не более. Если вы хотите себе татуировку, пиксинг или что-то еще, но стесняетесь спросить, приходите на мой канал, я отвечу на все ваши вопросы. Если ответа нет на ваши вопросы... Покажи свою татуировку. Если ответа на ваш вопрос там не будет, вы можете задать его в комментариях, либо мне на личные сообщения. И мы снимем для этого полный ролик. Друзья, вот я и посидел для вас на одном стуле и на втором. И вы сами увидели масштаб последствий при обращении в кидальную контору. Я бы сказал только в какую, но у нее даже названия нет. Но это целая сеть по России, так что, друзья, будьте аккуратнее. Так ведь это еще не все. Через неделю Таня мне отписалась. Она охренела этим экраном пользоваться. Он ходит с ума и сам печатает, делает скрины и творит трэш. Его надо опять идти менять на нормальный. Чувство бессилия в этой стране и с ним нам жить. Как видите, ты можешь быть бесконечно прав, но какой в этом толк, если тебя уже наебали. Ребята, никогда не попадайтесь на уловки мошенников. И не то мне стыдно за вас будет, вот как за этого Анирана, который явно выбрал не ту работу.